В Карачаево-Черкесии строится 5 школ. Капитальный ремонт идет до 24 образовательных учреждениях. Сроки и качества обсудили на совещании. Форум «Современные тенденции развития рекламного рынка в антимонопольной политике» обсудили представители ФАС России в поселке Романтик. Росстат Карачаево-Черкесии готовит специалистов, как проходит обучение, какие обследования, в каких сферах и когда будут проводить. Около 200 спортсменов из 27 регионов съехались на всероссийский боксерский турнир в памяти известного тренера Александра Давыдова. Здравствуйте! В эфире телеканала «Россия-24» Карачаево-Черкесия. Сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Семрезов выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва в Махачкале. Трагедия в Дагестане. Искренние соболезнования семьям погибших. В результате взрыва среди погибших есть и дети. Карачаево-Черкесия скорбит вместе с вами. Скорейшего выздоровления пострадавшим готовы оказать необходимую помощь, говорится в соболезновании. Накануне глава Карачаева-Черкесии Рашид Семрезов провел рабочее совещание с председателем парламента Республики Александром Ивановым, вице-премьером Евгением Гордиенко и министром строительства и ЖКХ Ринатом Семеновым. Тема строительства и капитальный ремонт учреждений образования и их готовность к новому учебному году. В настоящее время в Карачаево-Черкесии строятся пять школ. Все они переходящие на 2024 год объекты. Эта школа на 960 мест в Учкекене, на 600 мест в Адгихабле и в Кардоникской на 165 мест. Также приступают к строительству пристройки на 400 мест в школе номер 6 Черкеска и лице-интерната в Хабезе на 264 места. Сейчас капитальный ремонт идет в 24 образовательных учреждениях республики, пять из них переходящие объекты. Большая часть школ будет сдана к 1 сентября, чтобы дети могли пойти учиться. Рашид Семрезов поручил коллегам взять на контроль сроки и качества проводимых работ. Впереди напряженная неделя, когда надо максимально мобилизовать усилия строительных бригад, благоустроить дворы, убрать весь строительный мусор. К тому же у педагогических коллективов должно быть время на подготовку школы к началу учебного процесса. В Архазе на территории курортного поселка Романтик прошел первый форум современной тенденции развития рекламного рынка в антимонопольной политике. Центральная идея проведения мероприятия стала недобросовестной конкуренцией между производителями товаров. Насколько актуален вопрос и как оценивает антимонопольная служба работу по актуализации рекламного законодательства и другие вопросы, расскажет Альбина Ламкова. Конкуренция всегда выступает двигателем торговли, но не всегда бизнесмены придерживаются законов. При осуществлении предпринимательской деятельности одни участники рынка используют нечестную борьбу намеренно, а другие по незнанию. В этом вопросе за нарушением законодательства о рекламе следит антимонопольная служба. Поэтому на форуме современным тенденциям развития рекламного рынка и антимонопольной политики уделили особое внимание борьбе с недобросовестной конкуренцией и использованию норм рекламного законодательства. В нем приняли участие как предприниматели, так и эксперты рекламного бизнеса. Его участников приветствовал заместитель председателя правительства Корчаева-Черкесии Евгений Поляков. Хочу выразить слова благодарности организаторам, партнерам форума, лично поблагодарить руководство Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации Максима Алексеевича Шаскольского за то решение, что он принял провести такое значимое мероприятие в Корчаево-Черкесской республике на территории ВТРК Архиз. Евгений Поляков отметил, какую роль играет реклама в развитии социально-экономического развития любой территории. На площадке участникам форума была дана уникальная возможность задать вопросы по рекламе специалистам. Подробно о векторах развития рекламного рынка рассказала заместитель руководителя ФАС России Карина Таукенова. Она отметила, что ежегодно ФАС России рассматривает порядка 16 тысяч заявлений о нарушении законодательства о рекламе и около 3 тысяч заявлений о недобросовестной конкуренции. Будет возможность услышать, что называется, из первых уст все ответы на вопросы, которые у вас есть. Поэтому, коллеги, я сейчас обращаюсь к субъектам рекламного рынка, к бизнесу, который здесь присутствует. Пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте вопросы спикерам. Это действительно уникальная возможность, потому что вы в своей ежедневной работе руководствуетесь и принципами закона рекламы, и недобросовестной конкуренции. Поэтому, в любом случае, будем надеяться на такое достаточно плотное взаимодействие. Нарушения в рекламе и недобросовестной конкуренции, они очень чувствительные, потому что затрагивают и массового потребителя, и непосредственно бизнесменов. Карина Таукенова отметила, что ведомство продолжает работу по актуализации рекламного законодательства с участием бизнеса и экспертов рынка с целью сохранения честного и добросовестного поведения предпринимателей. Реклама всегда была актуальной, кроме того, что двигатель торговли, она является таким инструментом, с помощью которого предприниматели, субъекты рекламного рынка и все мы, кто занимается от производства товаров до регулирования рекламного законодательства, мы можем заявить о себе. Действительно, рынок рекламы является частью экономической системы. От нее напрямую зависит финальный бизнес-результат, от чего экономика нашей страны будет процветать. Проведение таких форумов сложно переоценить, поэтому его организаторы планируют проводить встречи такого формата на регулярной основе. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Архиз. Уровень качества жизни населения в цифрах. Органы государственной статистики осуществляют ряд мероприятий по организации проведению выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, а также содействия занятости населения в 2023 году. Также сотрудники Росстата готовят новых специалистов для повышения качества деятельности ведомства. Подробнее Алихан Лепшоков. За текущий период органами государственной статистики предстоит выполнить ряд мероприятий по организации и проведению выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения. Как отмечают сотрудники Росстата, это позволит определить степень фактической потребности и удовлетворенности населения объемом и качеством услуг, относящихся к социальной сфере. Это очень важная, востребованная на сегодня информация. И мы проводим различные обследования для как раз выполнения задачи по формированию вот этих данных об уровне и качестве жизни населения. Какие обследования мы проводим? Мы проводим регулярные обследования, это обследование бюджетов домашних хозяйств. И также проводим единовременные наблюдения по различным социально-демографическим тематикам. Это, к примеру, изучение уровня дохода и участия населения в социальных программах. Это изучение рациона питания населения, изучение суточного фонда. В органах государственной статистики важную роль играет наставничество, что позволяет подготовить новых специалистов, которые ведут опросы с респондентами и собирают необходимую информацию. Когда приходит к нам новый работник или молодой специалист, мы стараемся приложить все усилия с тем, чтобы он наиболее легко и без стрессов, скажем так, вошел в новую профессию и как можно быстрее смог реализоваться в ней. И мы берем шефство над каждым вот таким новым человеком. Мы получаем важные знания, которые нам очень помогут в нашей работе. И, безусловно, обучение под руководством подшефного наставника повысит уровень грамотности и профессионализма, отмечают обучающиеся. Самая большая роль в нашей работе – это играет наш наставник в офисе, который дает нам знания, которые мы применяем на практике. Поэтому большое спасибо большое наставнику за их труд и терпение, потому что это очень тяжелый труд. Много недопониманий, потому что новое все знакомое, непонятное, а у них большое терпение с нами в работе. После завершения первичной подготовки специалистов обучение на этом не останавливается, а плавно переходит в непрерывную стадию, направленную на дальнейшее совершенствование приобретенных сотрудниками навыков, знаний и умений. Алик Алипшоков, Олег Малхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. Глава Карачаево-Черкесия Рашид Тимрезов поддержал молодежь республики, принимающую участие в форуме «Машук» на Ставрополье. В Пятигорске начал свою работу Всероссийский молодежный форум, посвященный годового педагога и наставника в России. «Машук» – платформы «Росмолодежь. События». Приветственное слово участникам направил президент России Владимир Путин. В этом году обменяться знаниями, опытом и идеями приехали более 2000 человек из 87 регионов страны. Это не только педагоги, учителя и наставники, но и подростки от 14 до 17 лет, которые проявляют интерес к профессии учителя, а также являются участниками движения первых. В форуме принимают участие и представители активной и талантливой молодежи Карачаево-Черкесии. Наши ребята смогут представить свои проектные инициативы в сфере образования, сельского хозяйства, спортивного программирования и в других направлениях, а также побороться за звание победителей в грантовом конкурсе «Росмолодежи». Форум – замечательная площадка для новых знакомств, получения ценных знаний и обмена лучшими практиками. Рашид Семрезов пожелал участникам успешной работы и больших результатов. Основное отличие этого года заключается в том, что люди приехали сюда не за грантами, а действительно получать знания в рамках тематических направлений форума «Коих-12». И в целом участники у нас в основном представители учительского, педагогического, наставнического ремесла, а именно люди, которые так или иначе связали свою жизнь с передачей знаний, умений и навыков своим воспитанникам. И, соответственно, гранты интересные, но уже меньше. Если раньше на Машук подавляющее большинство ребят приезжали именно исключительно за грантами, то сейчас уже в хорошую сторону меняется ситуация. Ну и благодаря «Росмолодежи» грантовых конкурсов и заочных, и в рамках других мероприятий огромное-огромное количество. Поэтому сейчас у ребят есть действительно возможность не думать о проектной заявке круглосуточно в рамках форума, а действительно погружаться в образовательную программу и получать все те смыслы, которые мы закладываем в Машук. Хотел сказать, что на самом деле Центр знаний Машук, один из трех федеральных центров, был придуман здесь. Начнем с этого. В 2018 году президент Российской Федерации присутствует на форуме Машук и ему задают вопрос. Задают вопрос, а как же быть, когда мы разъедемся после окончания форума, и где мы вновь встретимся, где будут обсуждаться наши проекты. Президент принимает решение о строительстве круглосуточно в образовательных центрах. Один в Подмосковье, Сенеш, Таврида Арт — это Крым, и Машук — это как раз здесь подножие горы. И в прошлом году здесь открывалась одновременно и смена форума Машук, и сам Центр знаний Машук, который был достроен в августе прошлого года. Прошел год, и теперь уже Центр Машук, который учит тех, кто учит, собирает образовательную программу для этого форума. И форум начинает расти. Форум играет новыми красками. Если одно время форум Машук ассоциировался только с межнациональными отношениями, с Кавказом, он начинает вырастать. Это уже всероссийский уровень. Это форум, на который собираются лучшие педагоги нашей страны, лучшие молодые педагоги нашей страны. Ребята придумывают две смены. Практически немножко не дотянули до Толстого. Детство и юность. Пропустили отрочество, да. И вот первая смена детства. Здесь собираются все, кто занимается детьми в нашей стране. От воспитателей детского сада, логопедов, учителей, которые готовят детей в школе, вожатых в детских центрах. И следующая смена – это юность. Там уже будут педагоги университетов, там будут тренеры, там будут даже бизнес-тренеры. Ребята, которые занимаются уже с выпускниками и продают уже такой бизнес-навыки. Ребята здесь готовят проекты, а дальше они будут реализованы у нас в Центре знаний Машук. Потому что мы сейчас отвечаем практически во всей стране за повестку, связанную с подготовкой наставников, за подготовку людей, которые транслируют знания. Надо сказать, что второй год у нас форум проходит в всероссийском статусе. И, конечно, форум вырос и содержательно в том числе. Надо сказать, что у нас вообще все форумы Росмолодежи теперь проходят в формате круглогодичных центров. Это круглогодичная программа, программа предработы с участниками до форума, когда мы делаем для них специальные цифровые недели. Мы знакомимся с ними, мы погружаем их в программу за две недели до самого мероприятия. И после того, как они уже становятся выпускниками форумов, они получают для себя такую полноценную программу постсопровождения. Мы их интегрируем во все наши проекты Росмолодежи. Они, соответственно, дорабатывают те проекты, которые они сделали уже здесь. Мы помогаем эти проекты дальше реализовать. В Карачаево-Черкесии начался прием заявок для участия в конкурсе «Лучший дом. Лучший двор». Всероссийский конкурс благоустройства проводится в республике во второй раз. В 2022 году среди победителей и призеров были дома и микрорайоны Черкесского от Жигуты и поселка Московского. Тогда жители проявили активность и самостоятельно благоустроили прилегающую к своим многоэтажкам территорию. В этом году изменился перечень номинаций, а все поступившие заявки сразу будут выставлены на всенародные голосования. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Семрезов призвал граждан принять участие в конкурсе «Лучших практик управления многоквартирными домами», который проводится в рамках проекта «Единая Россия». В Черкесске стартовал всероссийский боксерский турнир в памяти известного тренера Александра Степановича Давыдова. В Большом зале юбилейного встретились около 200 спортсменов из 27 регионов страны. За открытием шестидневных соревнований наблюдал Артур Мкце. В историю бокса Карачаев-Черкесии вписана новая глава. В Черкесске стартовал всероссийский турнир в памяти выдающегося тренера, воспитавшего не одно поколение успешных спортсменов. Подопечными Александра Давыдова являлись победители и призеры крупнейших мировых соревнований. И вот многие из них оказались под крышей юбилейного, чтобы стать соучастниками значимого события. Стартовали предварительные бои. Полуфинальные бои состоятся в пятницу, 18 августа, и финальные бои 19 августа. На турнире принимают участие 190 участников из 27 регионов страны. Турнир проходит среди возрастной категории 14-15 лет. Представительные спортивные делегации во главе с именитыми боксерами прошлых лет. А среди участников турнира лучшие атлеты своих регионов. Все это также присутствие некоторых веселых персонажей настраивало на праздничную атмосферу, в которой пройдут все шесть дней соревнований. В числе 27 боксерских дружин есть и представители одного из новых российских регионов Луганской Народной Республики. Ребят и их наставника можно смело назвать боевой командой. Поскольку тренер и родители некоторых молодых боксеров и сами защищали собственную территорию, участвовали в специальной военной операции. Меня зовут Бакун Артем. Я из города Луганска. Участник первенства России 2023 года. Сейчас участвую в турнире отборочном на первенство России. Условия, в которых ты сейчас находишься, приехал сюда и те условия, в которых приходится заниматься у себя дома. Условия нелегкие для тренировок у себя дома в связи с спецоперацией. Но мы все равно ездим по соревнованиям, участвуем. Такого количества регионов в одном зале здесь не было очень давно. Далее радушные хозяева порадовали почетных гостей интересной творческой программой с зажигательными танцами и патриотической песней. Впрочем, спортивные команды приехали в Черкесск. Не ради развлечений каждый спортсмен надеется отобраться на финальный турнир первенства России. И уже первые поединки показали бескомпромиссность молодых боксеров на ринге. Да, в таких соревнованиях всегда есть победители и проигравшие. Однако своим масштабом соревнования памяти тренера Александра Давыдова еще раз напомнили о том, что спорт – это жизнь. Артур Махци, Олег Молхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. Далее смотрите специальный репортаж Альбины Ламкова из курортного поселка Архыс, где прошел форум «Современные тенденции развития рекламного рынка в антимонопольной политике». А я с вами прощаюсь. До завтра.